Всех рад видеть. Я сейчас нахожусь в Америке. У меня не совсем утро-вечер в Кремниевой долине. И буду рад сегодня рассказать участникам конференции про тренды в глобальных сообществах, про немножко про нетворкинг и про вообще какое-то будущее, как мне кажется, которое есть у России большое. Сегодня на эту тему хочется поговорить и с удовольствием отвечу на вопросы, которые, если возникнут у зрителей, с удовольствием отвечу. Окей, к сожалению, не могу присутствовать в Новосибирске очно. Было бы очень классно аудитории рассказать эти идеи и с ними поиздействовать вживую, но онлайн-формат в нашем текущем современном мире – это уже данность. И я хотел бы начать вообще с легкого знакомства, представиться и рассказать немножко про себя. Окей, в общем, представлюсь. Меня зовут Павел Хигай, мне 35 лет. Я интернет-предприниматель, последние 10 лет занимаюсь стартапами и последние полтора года развиваю свое сообщество. Вот. Если в двух словах, мне очень интересно помогать стартапам и взаимодействовать с разработчиками. Так, проверим кликер. Заработал. Супер. Помогать стартапам и различным специалистам в сфере тек. Вот. Повторюсь, я сейчас в Кремниевой долине, у меня был небольшой опыт работы в венчурном фонде. Очень много общаюсь с ребятами из Google, разных крупных компаний. И вижу вообще, наверное, изнутри, как здесь происходит развитие очень крупных IT-проектов. И важная вещь, которую, мне кажется, я понял в Кремниевой долине, что огромную роль играет сообщество и нетворкинг в Америке и тут, в Калифорнии. И эта мысль, на самом деле, вдохновила меня создать свое сообщество, которое очень скромно и назвал свои фамилии, где мы помогаем выходить стартапам на американский рынок и расширяем их кругозор в первую очередь через общение с интересными, адекватными людьми. Вот. В целом, к нетворкингу я пришел через большое количество коммуникаций. Я недавно подсчитывал, что порядка 3,5-4 тысяч коммуникаций у меня было с фаундерами или специалистами из тех сферок, где я их консультировал на тему расширения кругозора, какие-то советы давал по стартапу. И, в частности, конечно, как и многие из вас, я столкнулся с тем, что в пандемию огромное количество коммуникаций перешло в онлайн. Ну, на самом деле, еще в 2019 году, когда я был в Штатах и работал в фонде, мне кажется, есть такая прикольная практика где-то в 6 утра просыпаться и часов до 12 делать звонки с Москвой, потому что обычно это тот как раз часовой гэп, когда заходит время в долине и московское время. И уже тогда я познал, что такое Zoom, когда наступил карантин и все перешли в онлайн-общение. Для меня это не было сюрпризом, уже было чем-то понятным. И, наверное, я один из тех людей, который столкнулся с выгоранием от онлайн-общения. Мне кажется, многие вообще перегорели от большого количества коммуникаций. Но я бы хотел в целом отметить важную вещь, что онлайн очень круто повлиял на нашу жизнь. И в первую очередь за счет того, что мы стали ближе к очень крутым людям, которые могут с нами повзаимодействовать через какой-то формат вебинара, может быть, даже на личный Zoom-чик с вами согласиться. И это очень классная возможность в целом расширять свой кругозор и общаться с интересными людьми. Поэтому для меня пандемия – это в первую очередь про рост онлайна и взаимодействие там. И при этом, мне кажется, когда вот в Москве и в России в целом начал спадать карантин, очень многие соскучились по оффлайну, по общению в жизни. И это очень классный способ был, когда в онлайне мы знакомились с большим количеством людей, а в оффлайне начинали с ними взаимодействовать. Я бы хотел несколько вещей таких отметить, о которых мы дальше чуть подробнее поговорим. Про технологии, которые в целом очень сильно меняют наш формат коммуникации. Я потом объясню, как это связано с сообществами. Это все очень взаимосвязанные вещи. Наверное, там лет 30-40 назад есть такое определение число Дунбара. Это эмпирически найденное число от 125 до 200 его обычно считают. Это количество людей, которых человек может держать в своей там краткосрочной памяти и условно взаимодействовать с ними. Обычно число Дунбара, если мы берем компанию, как только компания перешагивает количество сотрудников там больше 200, появляются люди, которые друг друга не знают. И из-за этого необходимо в компании выстраивать больше регламентов, потому что уже меньше можно построить на доверии. Так вот, мое большое предположение, что с появлением социальных сетей и мессенджеров очень сильно поменялись наши коммуникации. То есть такой серьезный тектонический сдвиг произошел. Если раньше мы, имея телефон, не знаю, обычный дома, даже не мобильный, мы реально взаимодействовали со 100-150 людьми за десятки лет, то в режиме онлайн мы можем в мессенджере за день пообщаться с 30-40 людьми и через социальные сети законнектиться к тысячам людей, что позволяет нам как бы поддерживать намного больше коммуникации. Вот, соответственно, эти те вещи, которые пришли в онлайн, и они повлияли вообще на нас очень сильно. Здесь хотелось бы обратить внимание также на глобальные тренды, которые происходят вообще в мире, как мне кажется. Я немножко такие, конечно, может, диванные немножко утверждения будут. Но за счет того, что поменялся вот этот социальный формат взаимодействия между людьми, это все очень сильно наложилось на технологии крупные институты, как они вообще работают. И объясню, какие вообще мысли у меня тут есть. Моя дополнительная идея, о которой я много размышляю, что крупные компании, они сейчас очень сильно дорожают. Фейсбук, Гугл, Амазон, они многие компании уже стоят больше триллиона долларов и обгоняют обычные традиционные компании. За счет этого они, по сути, вокруг себя формируют огромную экосистему. Даже делали недавно исследование, что в пандемию крупные маркетплейсы, типа Uber, например, к ним у обычного населения доверие больше, чем государство. Например, при решении какого-то конфликтного вопроса. Не знаю, таксист, может быть, у вас что-то украл или как-то некорректно поступил. Вы Uber доверяете больше, чем полиции. Вы, грубо говоря, скорее всего обратитесь в техническую поддержку Uber, вы будете с ним разрешать этот вопрос, нежели чем пытаться взаимодействовать с каким-то традиционным институтом. И это вот огромный тренд технологический, который на самом деле очень сильно глобализует нас. То есть мы сейчас в Фейсбуке можем добавить человека себе в друзья, который находится в другой стране, на другой части континента, и с ним взаимодействовать там. Это позволяет нам расширять значительно свои коммуникации. Но при этом существует огромная реакция на этот тренд от традиционных институтов, поскольку они в целом заинтересованы как бы в сохранении своего существования. Мы столкнулись с такими вещами, например, как Brexit за последние 10 лет, с победой Трампа на выборах, что, мне кажется, тоже произошло за счет того, что обычные люди, которые не были удовлетворены текущей ситуацией в мире и ростом технологических компаний, они проголосовали конкретно своим голосом за консервативные изменения какие-то. И это происходит по всему миру очень распространено. Соответственно, вот эта национализация, она сейчас видна по всей Земле. Мы видим, как особенно коронавирус повлиял на границы, на передвижение, стали более актуальны визовые вопросы, многие страны закрываются, по сути идет такая кибервойна между ними. И это все как бы влияет на нас, обычных людей, потому что, с одной стороны, на нас давят технологические компании, которые все больше наших данных забирают, все больше влияют на нашу жизнь. С другой стороны, есть традиционные институты, которые пытаются защититься и сохранить себя за счет какой-то реакции. И при этом, мне кажется, в современном мире вообще обычному человеку достаточно тяжело. Он вынужден взаимодействовать с огромными корпорациями, с огромными государствами и пытаться какое-то свое место найти. И это очень органично, мне кажется, приводит нас к тому, что мы, как обычные люди, пытаемся создать какие-то сообщества. Мы пытаемся быть к чему-то причастному, в первую очередь, чтобы обрести доверие к людям, которые сопричастны к этому же сообществу, как и мы. И это, мне кажется, огромный тренд, который сейчас в мире происходит. Огромное количество сообществ создается, русскоговорящих, международных, иностранных и так далее. И эти сообщества позволяют людям объединяться в группы, чтобы каким-то образом влиять вообще на те крупные институты, которые формируются. Здесь, наверное, классным примером, например, является история в Wall Street Beats. Это форум на Reddit, который участвовал в гонке за акциями компании Stop... В общем, компания, которая продавала видео в офлайне, видеокассет, видеодиски. И ребята из Wall Street Beats объединились. Это обычно были физлицы, по сути. И они смогли через свое сообщество начать влиять на рост цены компании, которая была, по их мнению, недооценена. И многие крупные хедж-фонды, инвестиционные фонды, они верили, что акция этой компании, которая продает эти видеоматериалы, что она упадет, и они очень сильно ее шортили, то есть как бы ставили на падение. Ребята в Wall Street Beats объединились и сделали ставку на рост, тем самым принесли этим финансовым институтам многомиллиардные убытки. И в целом вообще случилось так, что обычно на финансовом рынке, где там огромное значение играют большие игроки, стали играть роль маленькие сообщества, которые за счет объединения начинали влиять на рынок. И мне кажется, это вот то, что самый такой распространенный яркий пример, как реально обычные люди объединились через интернет в какой-то свой чат или форум и смогли за счет этого повлиять реально на какие-то значимые вещи на рынке. И вот эти глобальные тренды в целом приводят нас к тому, что мы, как обычные люди, должны больше участвовать в жизни, в деятельности, на работе и в каких-то других местах, чтобы оказывать влияние вообще на мир и не потеряться в нем. И из-за этой причины, кажется, огромное значение начали приобретать софт-скиллы. То есть если раньше как бы мы в целом относились к тому, что ну как бы можно просто хорошо работать, быть, не знаю, хорошим программистом и делать качественный код, это и сейчас тоже работает, но при этом без софт-скиллов невозможно расти и как бы ты теряешь коэффициент эффективности использования своих хард-скиллов, грубо говоря. Если у тебя плохие софт-скиллы, условно ты пополам делишь эффект от своих сильных хард-скиллов. И в этом плане огромное количество людей, мне кажется, сейчас такой бум идет на тренинги личностного роста, на психотерапию, на развитие социальных навыков. И мы в том числе в рамках своего бизнеса причастны частично к этому. И безусловно для того, чтобы попасть в правильное сообщество, чтобы попасть в правильное окружение и быть в рамках какого-то глобального тренда, который откусит все-таки большой пирог для себя именно, а не раздаст его другим людям, для этого необходимо уметь круто взаимодействовать с людьми. Я здесь выделил, наверное, три основных блоков в софт-скиллах, которые мне кажутся очень важными. Безусловно, все начинается с меня самого. Насколько я вообще приятный человек, насколько со мной интересно общаться. И мне кажется, из-за этого наконец в России начала обретать популярность психотерапия, и многие люди перестали относиться к этому как то, что я болею чем-то, и поэтому иду к психотерапевту. Грубо говоря, они занимаются этим, потому что хотят стать лучше. Ну, и это абсолютно распространено в Штатах. Здесь каждый второй, наверное, ходит к психотерапевту. Более того, в Калифорнии вообще-то очень распространена даже psychedelic therapy. Это когда используются различные вещества, запрещенные законом в России, которые улучшают опыт психотерапевтический. И здесь, в Калифорнии, в Кремниевой долине, наверное, каждый второй это пробовал. Вот, соответственно, личные качества позволяют нам быть как бы человеком, интересным для других людей, и в этот момент возникают как бы социальные транзакции, начинаем взаимодействовать. И здесь, безусловно, важно иметь социальные навыки, уметь ориентироваться в сообществах, уметь понимать, с какими людьми лучше выстраивать отношения, и быть в первую очередь не таким неформальным чуваком, который делает это, исходя из каких-то своих корыстных побуждений. Мне кажется, люди всегда это очень хорошо чувствуют, и их это отталкивает. Здесь очень хорошо работает искренность, быть честным, конкретным, и уметь выстраивать взаимоотношения с людьми. При этом, как бы, фокус, мне кажется, идет не только на количество, но и на качество, когда вы находите не просто правильно нужного интереса вам человека, а строите с ним долгосрочные отношения. Это в первую очередь возможно, когда у вас есть крутые социальные навыки. Ну и, безусловно, софт-скиллы используются в работе. Это про менеджмент, про лидерство и умение вести за собой людей. Это очень важно, даже если вы, там, разработчик или продукт-менеджер, вы все равно взаимодействуете с людьми, если они чувствуют, что вы ими манипулируете, это всегда будет какая-то краткосрочная история. Если вы действительно, как бы, имеете в виду то, что говорите, заботитесь о людях, испытываете какую-то эмпатию и выстраиваете лидерство свое на базе этого, то, безусловно, у вас будут крутые команды, очень крутые люди будут к вам обращаться. И за счет того, что вы все вместе достаточно взрослые, это позволяет очень крутые строить отношения. И, безусловно, без софт-скиллов невозможно не заниматься нетворкингом, не строить сообщество. И это вообще база, с которых начинается любой рост и движение в этой истории. Вот, соответственно, а что вообще с Россией происходит? Я вот последние 3-4 месяца живу в Штатах, в 2019 году здесь долго жил. И задумываюсь много о том, какие культурные различия присутствуют в Америке и других странах, и как это отличает нас от иностранцев. И здесь, безусловно, очень круто работает исследование, например, Ховстеда. Я здесь на слайде приведены в сравнении три страны – Индонезия, Россия и Соединенные Штаты. где по шести критериям Ховстед определяет культурные различия внутри страны. Объясню, почему это важно. В целом, пожив особенно за рубежом, я понял, насколько круто разбираться в чужой культуре. И когда я погружаюсь в нее, расширяется мой кругозор. Это вообще в целом, наверное, основной из поинтов, почему, например, я считаю нетворкинг важной частью жизни. Потому что общаясь с разными людьми, кому-то вы помогаете, кого-то менторите, где-то вы знакомите людей друг с другом, у вас появляется возможность прикоснуться к чужому взгляду на жизнь. И общаясь с другим человеком, находясь с ним в определенной эмпатии, вы можете использовать его кругозор для решения своих задач. Но при этом важно понимать, что люди вообще разные, и особенно если мы говорим о разных странах, в каждой стране вообще своя специфика. Вот я здесь, наверное, несколько примеров приведу по первым двум пунктам – power distance и индивидуализм. Например, в России очень высокая дистанция власти. Мы считаем, что есть мы, обычные люди, и есть вот какие-то абстрактные люди во власти, которые где-то очень далеко, и мы не можем этим управлять. Это очень сильно отличается от Америки, где, ну даже, знаете, есть такое распространенное утверждение, я плачу налоги, где мои хорошо оказанные публичные сервисы, там, не знаю, пожарные, полиция и так далее, ведь я плачу налоги. И когда мы смотрим это со стороны в американских фильмах, нам кажется, что это как-то надумано. А здесь действительно люди так считают. Они считают, что власть очень близка, что они сами могут пойти в политику, они считают, что они могут на них влиять голосованием. И надо это понимать, общаясь с людьми из Америки, грубо говоря. И второй момент, который хотелось обратить внимание ваше, это индивидуализм. Мне кажется, это вообще очень важный параметр, который очень сильно показывает, чем отличаются культурные особенности России от Америки. В Америке очень высокий уровень индивидуализма. Я не знаю, я живу сейчас в доме с американцами, и мы за три месяца ни с кем особо не познакомились, никто не хочет дружить, каждый блюдет свои личные границы, каждый как бы занимается своими делами и не сильно настроен на коммуникацию. Другая совершенно история в России. Мне кажется, у нас есть люди как настроенные на коллективизм, открытые, готовы помогать, взаимодействовать, так и есть люди, которые тоже индивидуалистично настроены. Обычно это те люди, которые живут в крупных городах, занимаются, работают в крупных компаниях, может быть, технологических. Здесь зачастую история с индивидуализмом чуть более сильная, и эти люди как раз в России большую часть валового продукта производят. Это так примерно работает. И для сравнения, например, в Азии, в Азии, если мы возьмем Китай или Индонезию, там очень высокий уровень коллективизма. Ты обязательно должен быть причастен к какому-то сообществу, ты должен как бы любить, уважать свою семью, очень высокая иерархия внутри. И это вот второй параметр, который также очень сильно влияет на культурные различия между странами. Я хотел обратить ваше внимание, чтобы вы понимали, грубо говоря, как развиваются культурные взаимоотношения в глобальных сообществах, когда вы попадаете условно в компанию, например, которая делает международный бизнес и оказывает услуги в разных странах, формируя вокруг своего продукта сообщество, которое помогает ему этот продукт улучшать, работать с ним и так далее. И это большой тренд. Безусловно, важно понимать эти культурные различия. Без этого невозможно двигаться вперед. Ну, из таких смешных, забавных вещей, Ховстадд считает, что в России люди long-term ориентов, то есть мы ориентируем на долгосрочную перспективу. Ну, и он расшифровывает потом это, наверное, что мы в России достаточно практичны. То есть если мы что-то делаем, у нас должна быть какая-то причина. В Америке часто, ну и поэтому, например, там, потому что там в Франциско много бомжей, люди немного расслаблены, они не мыслят очень цинично, и это зачастую связано с тем, что у них давно здесь все хорошо, а в России какое-то время была там перестройка, развал Советского Союза, были тяжелые времена, и люди из-за этого, помня те вещи, планируют намного конкретнее, четче, заботиться о своем будущем. Это тоже интересное замечание, которое есть про культуру вот в этом исследовании. Исследование Ховстада, очень рекомендую на него посмотреть, помогает определиться с культурными различиями. Что вообще происходит с Россией, как мне кажется, и как Россия может строиться в те глобальные сообщества, которые сейчас появляются по всему миру? Ну, очевидно, что там я не буду делать большого фокуса на каких-то негативных вещах. Кажется, что особенно с санкциями, коронавирусом и прочей всей истории Россия экономика падает, очень сильно меняется курс рубля. Это очень чувствительно, особенно в Штатах, когда мы там в 2014 году курс доллара был 30 рублей, и здесь можно было на 90 тысяч рублей жить очень неплохо. Сейчас как бы 90 тысяч рублей – это там тысяча с чем-то долларов. И по сути, если я зарабатываю в рублях, а деньги трачу в Америке, мне как бы нужно зарабатывать в разы больше. Это, конечно, очень, с одной стороны, неприятная история, но с другой стороны, как мне кажется, оно дает нам такой очень классный, хороший пинок для того, чтобы развивать бизнес за рубежом. Потому что я сильно верю, что мы в этом случае немножко похожи на Украину и Белоруссию, в которых внутренний рынок схлопнулся сразу после развала Советского Союза, и им нужно было как-то мыслить нестандартно, и в том числе развиваться за рубеж. И я вижу, насколько там в той же Кремниевой долине есть целые большие коммунные сообщества, ребята из Белоруссии или с Украины, которые уже многого добились, сделали очень крутые компании, может быть, даже единорогов или сотни миллионов долларов заработали. И это произошло из-за того, что они начали заниматься этим условно в конце 90-х. В случае с Россией, в той же Америке, видно, что волнами люди эмигрируют, и последняя волна, наверное, уже связана с Крымом и с историей политической, санкционной, видно, как уже начали талантливые люди, умные, которые не могут реализоваться в России, думать о том, что делать за рубежом для того, чтобы реализовываться, для того, чтобы добиваться своей какой-то глобальной цели. И в этом плане я считаю, что в России огромные возможности для того, чтобы делать бизнес на международных рынках. И важная вещь, если вернуться и вспомнить на предыдущем слайде, мы находимся немного посередине между Азией и Западным миром с точки зрения индивидуализма и коллективизма. То есть мы, с одной стороны, можем достаточно неплохо понять азиатов, и это говорю я, как человек корейской национальности, который родился в России и вырос всю жизнь в Москве. Я думаю, что я очень люблю Запад, очень люблю Америку, очень уважаю культуру, но, с другой стороны, у меня не возникает проблем, чтобы понять китайцев, индонезийцев или людей из других стран азиатских, потому что культурно это тоже мне близко. Часто даже в исследованиях Овстеда говорят, что Россия больше коллективистская страна, нежели чем индивидуалов, и нам эта история ближе. Так вот, я думаю, что в современном мире для того, чтобы сделать какие-то значимые результаты, необходимо объединяться. И у России в этом плане есть огромный потенциал, потому что мы обладаем огромным количеством технических талантов, предпринимательских. И если мы учтем наши культурные особенности, мы сможем создать сообщество, которое позволит нашим стартапам или компаниям технологическим, и не только, добиваться огромных результатов за рубежом. Я думаю, потенциально мы можем десятки единорогов рожать, там, каждые 3-5 лет из России за счет того, что у нас есть огромные нескончаемые ресурсы в виде человеческого капитала. И это, наверное, очень важная мысль, которую мне хотелось сегодня донести, что именно через объединение вот той индивидуалистически настроенной части русскоговорящих ребят и учета наших вот этих коллективных скиллов, навыков и прошлого мы можем действительно сделать что-то глобальное, в первую очередь через взаимопомощь. И, ну, как бы далеко ходить не надо. Есть пример очень крутого индийского сообщества, например, в Кремниевой долине он называется Тай. Ребята из Индии помогают друг другу для того, чтобы развивать стартапы, устраивать технологические компании. И если вы сейчас посмотрите на вообще менеджмент крупных стартапов в Кремниевой долине, то в том же Гугле, Майкрософте, почти везде на C-левел огромное количество ребят из Индии. И это в первую очередь за счет того, что у них есть огромная комьюнити, которая поддерживает их в их реализации, помогает им связями, помогает им рекомендациями и так далее. И это как бы очень крутой эффект, который, я думаю, нам необходимо учитывать для того, чтобы расти за рубеж. Вот. Две проблемы, мне кажется, с которыми мы сталкиваемся. Это вот, как я сказал, ну, не проблема, я бы сказал, больше особенность, что вот у нас есть индивидуализм, коллективизм, о котором я сказал. И второе, вот есть так называемый эффект колеи, я сам заканчивал МГУ, экономический факультет, у нас сейчас там декан Александр Александрович Лаузан, он недавно на телеканале, на YouTube-канале «Русские нормы», например, выступал у Лизы Астинской, тоже выпускницы МГУ, экономического факультета, и он очень любит рассказывать про эффект колеи, который исследован был определенными американскими учеными, и они обнаружили, что они проанализируют статистику большого количества стран, и обнаружили, что на самом деле страны делятся на два типа. Первые, которые развиваются медленными темпами, и вторая категория, которые развиваются на десятки процентов в год и растут как бы по совершенно другой траектории, намного более высокой. Ну, например, это азиатские тигры, их так называют Южная Корея, Сингапур, какие-то страны Скандинавии, которые просто как будто бы у них условно, вы как будто соревнуетесь, кто-то едет на велосипеде, а вы едете на машине. И вот эффект колеи заключается в том, что многие страны не могут вырваться со своей первой космической скорости, которая невысокая. И здесь надо понимать, в чем вообще особенность России. Тот же Аузан, например, говорит в интервью Познера или в каком-то другом интервью о том, что в России очень крутой предпринимательский потенциал, и он приводит в пример, например, изобретения типа телевизора, если бы мы их полностью монетизировали и использовали там все патенты, и все телевизоры были проданы только из России, это было бы равнозначно нескольким годовым валовым продуктам в России. И мы таких изобретений делаем условно, там каждые 5-10 лет крупные изобретения исходят из России. И мы просто не можем их правильно коммерциализировать. Мы на это не заточены. Даже есть такая шутка от одного американского менеджера, известного, что у него спросили, ну, он какое-то такое утверждение дал, что если ты хочешь произвести уникальную качественную вещь, иди к русским. Если ты хочешь поставить на конвейер производства такой уникальной вещи, иди к кому угодно, но только не к русским. Это, конечно, немножко может быть поверхностно и оценочно, но тем не менее такая проблема присутствует, как раз технологический сектор, то, где мы все с вами работаем, позволяет через свою суть решить вот эту возможность масштабирования наших предпринимательских и технических талантов, потому что сами стартапы, сам венчурный рынок заточен, чтобы на конвейере производить коммерциализацию очень крутых идей. И в этом плане, безусловно, я искренне верю, что именно такие инструменты позволят России выбраться из колеи и перебраться на другой уровень. И даже думая о релокации своей в Америку или какую-то другую страну, я на самом деле мысль очень патриотична, потому что не связываю себя с текущей властью, а больше смотрю на это как на возможности по созданию рабочих мест. Потому что вот даже общаясь с фаундерами в Америке, они все очень ценят людей в России, потому что они находятся с ними, во-первых, в одном культурном коде и могут себя относить к этому сообществу русскоговорящих ребят, а во-вторых, как бы реально нанимать людей в России дешево. Даже давая им зарплату выше в среднем, чем это может позволить себе российская компания, вы все равно как бы экономите огромное количество денег, если сравнивать это с зарплатой человека, который живет и работает в Америке. Ну то есть инженер здесь зарабатывает минимум 10 миллионов рублей в год за вычетом налогов, и это очень высокие зарплаты. Ну то есть мне кажется, в России можно 10 инженеров на такую зарплату нанять, и у нас есть огромные возможности в этом плане для роста и коммерциализации. Вот, соответственно, вот эти две важные вещи, которые я хотел отметить по поводу России и обратить ваше внимание на то, как бы если вы в целом разделите эту идею, и я хотел поделиться своими какими-то инструментами, мыслями, как можно развивать себя в этом направлении и действительно пользоваться плодами каких-то глобальных сообществ и найти свое место во всей этой истории, я предлагаю к нетворкингу относиться не так, как мы, кажется, многие относятся к этому сейчас или в прошлом. Для многих нетворкинг ассоциируется с чем-то таким формально. Вот вы сейчас пришли к конференцию, надо собрать визитки, надо пообщаться с людьми, и, ну, особенно, наверное, если это айтишная конференция, здесь люди не сильно социализируются, но я имею в виду по сравнению с какой-нибудь там, не знаю, конференцией по продажам. И я хочу обратить внимание, что есть не только формальный нетворкинг, но и есть так называемый эмоциональный нетворкинг или неформальный. Когда я взаимодействую с людьми, потому что они мне нравятся, да, мы вернемся сейчас к софт-скиллам, да, когда вот эти софт-скиллы начинают развиваться, я в целом начинаю выбирать людей для взаимодействия, которые у меня вызывают эмоциональный контакт. И это очень круто, например, если вы на конференции в онлайне или в оффлайне найдете себе человека, который вам откликнется, и с ним начнете выстраивать отношения. И используя вообще этот подход, вы можете через количество перейти в качество, то есть выбирая людей, с которыми вам не просто интересно общаться и много предпосылок, но в том числе, учитывая какой-то фактор химии, гормонов и эмоций, можно расширять свой социальный капитал намного шире и получать от этого удовольствие. И вот это, знаете, важная мысль, которую мне очень хотелось бы до вас сегодня донести, что нетворкинг и коммуникация даже для интроверта, например, как меня, может быть очень комфортно, если у меня есть какая-то цель. То есть я понимаю, например, что мое окружение и его развитие может меня привести к большим результатам и поставить меня в правильное какое-то место вот в этом международном сообществе. И за счет эмоционального контакта вы можете получать от этого удовольствие и наращивать свой социальный капитал. Что вообще я имею в виду под социальным капиталом? Много разных определений в интернете существует, но вот мне нравится как бы, не знаю, мое что ли определение, которое я для себя формирую. Социальный капитал – это когда я кому-то помог. И если я кому-то помог, он мне на социальном уровне немножко должен. То есть он как бы в случае, если я у него что-то попрошу, всегда с радостью откликнется и поможет мне в ответ. И в этом плане я рекомендую вообще всем заниматься нетворкингом с целью развития своего социального капитала. То есть если вы помогаете другим людям, а вы наращиваете свой социальный капитал, который потом можете использовать, например, для того, чтобы познакомить человека, который вам немножко должен, с тем человеком, которому он может быть полезен, и тем самым приумножить свой социальный капитал. Это так же, как если вы деньги положите в депозит, заработаете проценты, и потом проценты перевложить обратно. Это на самом деле самый крутой способ наращивать свой социальный капитал через знакомство людей друг с другом. с друг с другом, и здесь на самом деле вам не нужно много скиллов, не нужно много контактов, вы даже в какой-то своей узкой среде можете кого-то консультировать и можете знакомить параллельно, тем самым наращивая свой социальный капитал и находя свое место вот в этом будущем мире глобальных сообществ. Наверное, это мои основные мысли, которые я сегодня хотел сказать, и спасибо вам за внимание, готов ответить на вопросы. Отлично, спасибо большое за очень интересный рассказ, а у меня вопрос вот такой возник, а вы в Америке уже сколько проживаете? Получается, в 2019 году полгода пожил, а сейчас третий месяц живу. Уже третий месяц и организовали целое комьюнити. Вопрос, наверное, будет такой, с чего начинать нетворкинг, то есть вот начальные этапы, как создать там какую-то сеть, например, или где искать контакты, где находить этих людей, с кем контактировать. Вот вы приехали в неизвестную страну, вам, собственно, знакомы только, наверное, некоторые там единицы людей. Как выходить на большие массы? Слушай, ну, здесь как бы работают суперпростые вещи. Все наши бизнес-сообщества сидят обычно в Фейсбуке, и, конечно, я рекомендую начинать с чего-то простого и понятного, то есть со своих людей, кого как бы я культурно понимаю. И познакомимся здесь с человеком, который, допустим, 5, 6, 8 лет живет в той стране, куда вы приехали. Он может вам сделать анкординг, то есть он реально вам показывает, как эта страна выглядит и что в ней можно достичь. И на самом деле именно эта идея меня вдохновила делать сообщество, потому что люди, которые приезжали в Штатах и на один день хотя бы меньше, чем я жили, я мог их с кем-то познакомить, мог им что-то рассказать. И здесь очень низкая база. И вот эта социальная адаптация, которая необходима человеку, чтобы чувствовать себя в стране своим, она дает очень крутой эффект. Люди прям, ну они взрывались, да, им очень нравилось. Я жил полгода в Добрым доме, тот самый, которым показывали репортажи Дудя, где Андрей Дороничев, основатель этого места. И это уникальная вообще история в Кремниевой долине, где реально очень легко было собирать там людей. То есть я просто писал нескольким друзьям, приходите у нас сегодня барбекю, и собирал там встречу на 20-30 человек. И человек, приехавший в страну первый раз в Америку, допустим, у него случался такой реально взрыв. Ну, опыт проживания в Кремниевой долине невозможно испортить, мне кажется. То есть, а если познакомиться с правильными людьми, это всегда очень позитивная штука. Я, конечно, жду, когда все эти визовые вопросы решатся между нашими странами, чтобы спокойно люди могли передвигаться. Скажите, Павел, а вы не пробовали нетворкинг этот как-то монетизировать? Да, я плохо очень рекламирую свое сообщество. Обычно это лучше получается у наших участников. Мы берем деньги за вступление, мы, по сути, бизнес-клуб. И как раз для меня это был первый опыт, когда я начал монетизировать свой нетворкинг через просто членский взнос, который сейчас порядка тысячи долларов в год у нас. И мы объединяем людей, которые готовы заниматься нетворкингом, готовы делиться. И, по сути, для нас это просто фильтр дополнительный, так, чтобы приходили наиболее адекватные и приятные персонажи, с которыми я с каждым лично общаюсь и помогаю им выходить на американский рынок или искать работу, решать различные вопросы. Спасибо большое за откровенный ответ. Вопрос вот такой еще появился. Как с введением массового онлайна трансформировались софт-скиллы? Изменилось ли их значение и состав? Я вот, кстати, говорил сегодня. Кажется, что… Да-да-да, говорите. Кажется, что из-за того, что онлайн-общение стало намного больше, стало намного больше выгорания, огромное значение приобрели софт-скиллы, связанные с каким-то самоконтролем и с умением управлять своими эмоциями. Огромную роль… Ну, есть такой рынок – mental health, ментальное здоровье. Я думал на этом рынке делать бизнес несколько лет назад и выяснил, что он не такой привлекательный с точки зрения построения крупной компании. Но вот именно в пандемию огромное количество стартапов в этой теме начало лететь, потому что люди реально начали сходить с катушек дома, и им нужен уже психотерапевт, им нужны какие-то медитации, иначе как бы просто, ну, эти разводы, ссоры и так далее. Я думаю, что многие с этим столкнулись в пандемию. Спасибо большое, Павел. У вас отличная толстовка. Фирменная самое главное. Да. Брендированная. Вообще, это мои лучшие инвестиции, мне кажется, были в жизни. Мы как-то сделали 100 толстовок и подарили нашим участникам, которые приехали к нам в Сочи на кэмп. И в Сочи, в Адлере, два дня можно было видеть людей на набережной в нашем мерче. Самые лучшие инвестиции, мне кажется, если вы делаете сообщество, начните с мерча. Это точно вообще самое лучшее вложение. Это работает.